Это программа «День с толком» Судья Ирина Корчегина Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске Тушили огонь вручную Слезы счастья Что все хорошо В Барнауле встретили спасателей Которые боролись с огнем в Красноярском крае Алтай в аутсайдерах Эксперты назвали регионы Самым доступным бензином День, который изменил историю ГКЧП фактически Своими глупыми действиями Предопределил распад Советского Союза Сегодня в России вспоминают Августовский путь Алтайские спасатели Которые почти две недели боролись с огнем В Красноярском крае вернулись домой На въезде в Барнаул наших героев встречали Не только родные и близкие Руководство МЧС Но и наша съемочная группа Напомним, лесные пожары Этим летом охватили Красноярский край Иркутскую область Бурятию В этих регионах по-прежнему действует Режим ЧС Работают спасатели Которые вручную тушат пожары Огонь в 30-40 метрах от нас Приближается Палатки сгорели 5 августа 85 алтайских спасателей На вертолете забросили в леса Богучанского района Красноярского края В самый эпицентр возгораний Пожарные развернули там палаточный лагерь И приступили к работе Вручную копали ямы Чтобы огонь не распространялся дальше Всего было 8 групп До одной, кстати, пламя все-таки добралось Сгорели палатки Никто из спасателей, к счастью, не пострадал Сегодня, когда уже все позади Пожарные вспоминают страшные моменты Опасной командировки Тушим, проливаем с ранцами И тут мне показалось, что сверху Я говорю, о, пацаны Вертолеты сейчас будут на нас сбрасывать воду А они говорят, нет, это верховой пошел Бежим, бегом Как удалось спастись от страшного пожара И сколько леса удалось сохранить Расскажем в вечернем выпуске В России назвали регионы Самым доступным для населения бензина Мы в аутсайдрах списка Исследователи наглядно показали Сколько бензина 92 марки Может позволить купить себе россиянин На среднюю зарплату в месяц Самыми обеспеченными горючим Стали северные территории страны И обе столицы Рекорд – две с лишним тысячи литров В Ямало-Ненецком округе Дефицит в стране испытывают На юге страны и в Алтайском крае Наш показатель – 557 литров бензина в месяц Самый низкий в Сибири При этом с начала года рост стоимости горючего в крае составил 2% И этот показатель не отстает от среднестатистического по стране Люди выстраивались в очередь, чтобы купить натуральные фермерские продукты На гастрономическом фестивале «Свое», который прошел в Крыевой столице в минувшие выходные Такой ажиотаж со стороны горожан вызван тем, что в обычные дни подобная продукция практически недоступна для покупателей На гастрономический фестиваль «Свое» съехались сотни фермеров из разных уголков края, а также из соседних регионов Они представили свежие овощи, выращенные на родных полях Молочные и мясные продукты собственного производства И, конечно же, бренд Алтайского края – мед За натуральные продукции люди выстраивались в очередь Ведь это едва ли не единственная возможность купить экологически чистую еду Ну, кефир очень свежий, я имею в виду, в магазине не такое Действительно, наверное, свежая продукция, поэтому Скажите, такая продукция, она доступна в магазинах? Ну, я где-то видела, я имею в виду, что есть, это да Но мало? Мало, да, очень мало, ее редко я вижу, эту продукцию Так что давайте, распространяйте в наших магазинах Да, я хочу, чтобы обязательно был какой-то уголок для фермерских угодий, чтобы продавали Почему фермерская продукция сейчас в дефиците и крайне редко появляется на прилавках популярных сетей Расскажем в ближайших выпусках новостей В эти дни, ровно 28 лет назад, в Москве произошло событие, вошедшее в историю как августовский путь 19 августа 1991 года был подписан указ об образовании ГКЧП, Государственного комитета по чрезвычайному положению Туда вошла часть советского правительства, в то время недовольная политика Михаила Горбачева и его реформами, перестройкой Члены комитета намеревались отстранить Горбачева от управления страной, ввести чрезвычайное положение по всему Союзу Барнаул тогда стал одним из немногих городов, который отказался поддержать комитет Люди вышли на улицы, протестуя против ГКЧП Многие признаются, ждали новой революции или гражданской войны Но уже через несколько дней Пучисты были арестованы, переворот завершился А Советский Союз все равно исчез через полгода Участники тех памятных событий уверены, пытаясь спасти советский строй Те, кто вошел в состав ГКЧП, его окончательно похоронили 20-го числа было намечено подписание нового союзного договора То есть все республики решили цивилизованно договориться Что давайте мы вот так разделим полномочия, разделим собственность ГКЧП фактически своими глупыми действиями предопределил распад Советского Союза Подробнее о том, как Барнаул встретил Пуч, что происходило на барнаульских улицах в те дни, расскажем в вечернем выпуске К другой теме Пересечение улиц Мамонтова и Челюскинцев остается закрытым для проезда на две недели В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» там ведут капитальный ремонт полотна Чуть больше километра за 19 миллионов рублей Ремонт капитальный Такой масштаб город смог позволить себе лишь в рамках федеральной программы Хотя ремонта двухполосная улица Мамонтова требовала давно Она соединяет город с Нагорной частью, пропускает общественный транзитный транспорт Что постоянно убивает полотно Ведутся подготовительные работы у нас по устройству тротуаров То есть снятие излишков грунта И как мы видим на данном участке у нас происходит угладка сватебетонной смеси Для устранения выравнивания профиля и отвода застоя воды Вопрос об устройстве улицы Мамонтова в первую очередь связан с напряженной ситуацией Как и с поверхностными стоками, так и с высоким уровнем грунтовых вод Именно для этого у нас здесь будут применяться и перепускные трубы По словам властей, здесь и на других участках безопасных и качественных дорог Строят с опережением сроков В рамках федеральной программы уже выполнено 2 трети объема работ Напомним, этим летом в список попало 33 участка Сегодня миллионы православных отмечают яблочный спас У этого праздника языческие корни Его отмечали еще наши предки, которые посвящали свой урожай Богу Спасу Именно после этого дня на Руси начинали есть яблоки, варить из них варенье Раньше считалось, что женщина, которая съела яблоко до яблочного спаса Принимает на себя страшный грех первой женщины Евы Сегодня верующие идут в церковь, чтобы провести праздничные молебны Кто-то приносит с собой корзинки с фруктами, чтобы священник благословил урожай Церковь советует сегодня съесть хотя бы одно яблоко, чтобы поправить здоровье Кстати, в этот день есть и забавные приметы Если на руку человеку дважды сядет муха, то исполнится его желание Не прогоняйте муху и вы До встречи в эфире!